Всем привет, с вами Андрей Чент, и это новый выпуск Пацанки 3 сезон. Если вдруг какой-то из выпусков вы пропустили, ссылка, как всегда, находится в описании. Так что не пропускайте, новая неделя, новые испытания, а мы всё ближе и ближе к финалу. Мы начинаем. В школе Леди 11-я неделя обучения. Давай. И начнётся она для пацанок с маленького сюрприза от преподавателей. Мы вышли на лестницу и обнаружили... О-о-о-о, да ладно! Ты что, ребёнок? Я думал, неужели живой? Кто-то рискнул. Да он по глазу. Там было видно и понятно. Спокойный, умный, наблюдательный, голубые глаза, всё выдаёт. Я к нему, он ко мне. Но волос спокойно лежит. У меня аж сердце забилось. Божество вылетело от своих крыльев, распахнуло, подняла этого ребёнка, мать Тереза в натуре. И мать, мать, мать. Мать, мать, мать. С нему пахнет молочком. В смысле, я должна была 5 минут подержать, потом... А что, эстафеты передавать? Кому рапунцель? Ага. Кому горе 17-летний? Куда уж. Доброе утро. Мадемуазель, меня зовут Тимофей. Я пытаюсь говорить, но меня почему-то не понимают. Даже собственные родители. Было написано, что его надо кормить, ему надо петь. Как будто там маленький Тимати лежал. Не оставляй меня ни на минуту. Мне кажется, эта неделя будет родительская, потому что бросили ребёнка, как и нас когда-то бросали. Не бросили, а дали попользоваться. Мы должны одним ухаживать. Я понимала, что нет, ну типа я не хочу это. Я ещё сама ребёнок, мне хочется, чтобы меня так тискали. Мы сейчас будем с ним серьёзно ходить везде? Всё, реально, он ухаживает. Всё, мы начали подниматься к себе в комнату. И слышим в комнате плач. А там ещё дети? Да. Серьёзно? А, вы прям каждой решили дать. И тут у меня на кровати лежит эта принцесса. Ой, вообще. Джо, тебе тоже ребёнка подкинули? Да. Как её зовут? Это девочка. Я мечтала о дочке. Мими-ми-мишность зашкаливала. Вообще страшно не было. Ни в полочке. У меня инстинкт такой мамы недавно только проснулся. Чего ты плачешь? Ты боишься нас? Все такие умные. Значит, увидели на кровати ребёнка маленького, побежали к нему. А то, что стоит девочка плачет, всем было вообще... Тебе два годика, девять месяцев, да? Почти уже три. Ты уже большая, да? Нет! Тут стук в дверь. У ребёнка стресс. Кто там? Ой, ещё одна принцесса! Привет! О, Кент, привет! Привет! Хотя бы один пацан-то будет или нет здесь? Я видела у горы и у Зарина только мины, которые тут... А я такая, о-о-о-о, приехали. Э-э-э-э-э-э-э, да? Впрочем, мы решили спуститься к нам во дворе. По каждому по ребёнке? Ещё ляли. А там... А, так тут есть постарше. Я смотрю, там стоит какой-то тарзан белобрызый. Привет, малой. Привет, малой. Вот, молодец. Все, мой пацан. Боже, ребенок же боится. Он такой, что он не жил, но Коля Баскова похож в молодости. Ну все, круто, я его себе возьму. Он и постарше. Думаю, он по-любому сейчас будет разговаривать со мной играть. Классно, да? Да. Скажи. Ему нравилось. И все, классно было нам обоим. Но я не ощущала себя мамой. Я ощущала себя тупо вот с сестрой или няней. Блин, у нас у всех дети. Думаю, значит, вот эта маленькая моя. Ой, 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 осторожно. Что-то Зарина не сильно рада. Я боюсь нести ответственность. А Зоря решила ее покормить. Она ела, ела. Но я не знала, можно я так много есть или нельзя. Я не понимала этого. Как бы я позволяла делать то, что как бы она хотела. Пюречка какая-то, да? Блин, она такой-то поесть, если честно. Капец какой-то. Как это ты, Зарина? Да я не люблю есть. В какой-то момент она просто заплакала. Ее было не успокоить. Так бывает. Как, что мне делать? Маму, позовите ее. Блин, ну я не могу, когда-то дети плачут. Так нельзя давать. Я думаю, мамы-то там же рядом, где-то за кадром. Что за дела-то вообще такие, блин? Просю, чтобы ее отвели к маме. Мне стало неприятно, потому что нас часто выставляли. Возможно, ребенок маму увидел. Либо уже захотел к маме. Где там люди пили, мужчины всякие. Да, если рукой показывать, то, возможно, мама стоит. Я там такое не люблю, чтобы кому-то детей... И ребенок хочет к маме. Здравствуйте, девушки. О, привет. Здравствуйте. А это что за Аполлон? Такой пришел, мачо. Катя, значит, такой с луны. Привет, малыха. Как у тебя дела? Чем сегодня вечером занимаешься? Лидный в пинджаке. Меня зовут Егор Мурочкин. Меня моя мама Лаура Лукина попросила присмотреть за вами. Моя мама Лаура? Серьезно? Как вы работаете с детьми? Дети вообще капец. Вот эти буквы кажутся, как-то говорят прям. Зарина, а почему ваш ребенок просто в эстельке? В чем дело? В эстельке. К маме хочет, потому что. К маме хочет? Конечно. Вы его кормили? Конечно. Правильно рассчитывали время кормления? Деловая сосиска. Между кормлениями ребенка перерыв должен быть не более получаса. Кажется, так полчаса ребенок должен есть. Что ты несешь? Маленький засранец. Наверное. И надо специально рассчитывать количество еды. Есть специальная формула для этого. Боже, мне смешно. Такой вундеркинд. Да ну не вундеркинд. Вот мне кажется, ты спроси, сколько от луны до земли шагов он тебе скажет. Он еще и сходит, посчитает. И придет и скажет. Я вижу, что у вас все отлично. Неудачу постигло, по-моему, пока только Зарину. Если честно, я вас ждал, будет гораздо хуже. Боже, вот так вот, конечно, общаться, я согласен. Это просто недопустимо так вести себя с детьми. Боже. Кто ему так речь поставил? Вижу, что детям очень интересно с вами. Но впереди самое важное. Это фотосессия. Что? Фотосессия? Семейная. Фотосессия. Задача девушек во время фотосессии найти общий язык с ребенком и проявить креативность. Посмотрим, смогут ли пацанки справиться с такой нелегкой задачей. Приходим на лужайку. Вау! Там лежат всякие штучки для фотосессии. И один фотоаппарат. Думаю, блин, ну это сложно будет. Как мы сейчас сфоткаться будем одним фотоаппаратом? Один фотоаппарат на всех – это испытание для будущих леди, но умение договариваться без конфликтов. Ведь этот навык очень пригодится в семейной жизни каждой девушке. Мой Адам будет кузнечиком. Сейчас я тебя надену, будешь у меня самый красивый на районе у меня. Просто мачо. Надеваю на него этот костюм. Посмотрите на него, он тупо не кузнечик вообще. Просто как горох, стручок гороха. Хочешь, будешь из лука стрелять. Да. Все, мы возьмем лук. Мне хотелось, чтобы у меня было необычно и смешно. Я думаю, посажу его в корзину с этим луком, типа вообще будет нормально. Оба-на! Все, улыбайся. Ой-ой! Ты весело упал назад, такой стручок этот рухнул. Осторожней. Тихо, иди сюда. Оба-на! Садись, садись. Подожди, возьми свой лук. Главное, в этот момент ребенку не тянет. О, пучечка, ты упал! Какой красавчик, еще улыбайся. О, ты шикарен! Девушкам удалось договориться с малышами и сделать как минимум пару трогательных кадров. Всем, кроме Зарины, она все никак не может успокоить девочку. Плачет она! Что за дела-то? К маме руки тянет. Я потому что была уверена, что я больше девочку не возьму. Мне было наплевать на это задание. Потому что мама закладывала. Только чтобы ребенок, главное, не плакал. Зарина наотрез отказалась выполнять задание. Пришлось маме девочки поспешить на помощь. Все будет хорошо. Я рядом буду. Дядя, успокой, дядя, дядя Мороша. Если она еще раз бы у меня заплакала, я бы такого просто не принесла. Зарина, она не хотела как бы вторгаться сильно в пространство ребенка. И она не хотела ей навредить и сделать что-то не так. Боюсь, хоть бы она не плакала. Я не знаю, что я с собой потом сделаю. Пошли, зайка. Она не отходит, видите, от вас? Я бы тоже не пошла ни с кем, на самом деле. Оте, боже мой, вставай! Пока Зарина пытается наладить контакт с ребенком, ее одноклассницы вовсю фотографируют своих подопечных. И кто у меня, мой малыш? Гномик. Он такой офигенный просто. У нас образ феи. Мы очень похожи с ней. Она как бы тоже немножко исполованная. Ну, в общем, мы друг другу помогали, как могли. Так, надо придумать концепцию. Куклы. Мне кажется, она подойдет вот это и вот это вот по цвету. Мы с ним вместе придумали идею, как мы повесим куклы. Мне казалось, что все очень банально, а у меня необычно. Так, вот так вот. Прикольно. Аня, можно дать мне фото? Да, да. Просто я еще ни одну фотку не сделала. А, фотоаппарат? Аня все время просила этот цифровик. Это я одну фотку сделала. Там Барби сейчас. Мне одну фотку сделать, пока он спит. Он подустал на ноги. Я хотела именно сделать пару кадров, у меня он спящий. Ну блин, Ксюш, я еще ни разу не фоткалась. Уже Барби забила очередь фотоаппарат. Ну, некрасиво, да. Подожди, я сделала пару снимков. У меня еще ни одной фотки нет. Нет, Буди, боже мой, он спит. Сейчас ты все сделаешь. Ну, сейчас сделаешь, Аня, не переживай. Но я увидела, что Милос уже несколько раз фоткала, и она фотографировала одно и то же. Миллион одинаковых. А ты все сделаешь, чтобы не было плохо. Что ты сказала? Повтори. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты при детях сказала это? Ну, если ты такая, внутри вообще, мне хочется просто взять ее за волосы, просто ударить ее по голове. Ну, просто ты злая и противная. Посмотри, как ты себя ведешь со стороны. Не будь здесь детей, тебе бы реально не поздоровилось. У меня руки чешутся, честное слово. Я себя сдерживаю, не знаю как. Это Барби. Ну, и вот так вот, типа, давать такую реакцию на Барби, если ты говоришь, что ты такая умная, интеллектуальная. Ты понимаешь, 7 минут, 7 минут осталось у меня. Я сделаю так, чтобы у тебя вообще ни одной фотки не было. Ну, это справедливо, я считаю. Боже, противно, ой, противно. Это вообще как-то некрасиво даже. Подожди, а как же... Ксюш, пожалуйста, дай мне фотоаппарат, это нечестно. Пожалуйста. Такое недостойное поведение, скажем так. Зарина наконец смогла подружиться с ребенком. Видишь, все детки уже фоткаются, а мы с тобой одни тут сидим. Уже с ней нашли контакт, успокоилась она. Она хочет ее переодеть. Надо было побольше времени пообщаться. Ой, вот сюда, смотрите, ножку раз сюда, вот так вот. Конечно, это было страшно и сложно. Но я так по-быстрому ее переодела. Фоткайте Зарину, пожалуйста. Дай, пожалуйста, фотоаппарат. 30 секунд. Все, отдаем. Ну, просто я попросила Ксюшу, чтобы она взяла фотоаппарат, сфотографировала меня, пока Ариша мне на руке. А кто-то овечка или что это? У-у-у! Спасибо, Ксюша. И сфоткались на ручках. А чем не кадр, если, в принципе, ребенок, ну, очень сложно реагирует. Любой снимок с ребенком, это уже круто. Самая сложная часть задания выполнена. Осталось выбрать самый удачный кадр и предоставить его преподавателям. А, ну, напечатать. Я бываю в голову и смотрю такие три девочки. О, господи. О, господи, мои. Они очень я кого-то напоминают. Паура Альбертовна, что с вами сделала жизнь? Как вас помотало. Мы сразу поняли, что это наши учителя мини-версия. Помолодели, похорошели. Мне что-то этот вариант выбирать его кинется. Прям очень хороший был. Слишком маленький. Пожалуйста, тишина. Внимание. Чтобы усилить уровень ответственности наших учениц на этой неделе, мы с коллегами не будем появляться в стенах школы леди. А, даже настолько? С девушками будут общаться наши маленькие копии. Ученицы должны понять, что могут рассчитывать только на свои силы. Путь к успеху преградила простуда КГЦЛ с первых симптомов и при запоздалом лечении. Ведь спросить совета у преподавателей им фактически будет невозможно. Пацанки вернули малышей их родителям. Пришло время продемонстрировать фото своим миниатюрным преподавателям. Ну, прекрасно. А больше мне нравится вот это. Мне тоже. Деловые сосиски. Вы считаете, коллега? Да. У Ксении получилось лучше всего. Лучший снимок у Ксении Милос. Ну, в принципе, никто не удивился. Божество наше стало лучше. Приятно будет, когда у меня здесь будет признак отличия и лучший. Фотосессия прошла. Успешно. Да, успешно. Ну, нет, не совсем. Ксения Милос долго не давала мне фотоаппарат и издевалась над мной. Далее смотрите. Тень за твоей спиной. Ах, театр стыней. Пугающие воспоминания пацанок. Я просто... Работа с психологом. Кто выдержит испытание честностью? Что с тобой? Чувствую боль. Не пропустите. Ты что, мальчик? Будем давить на психику? Давайте. Раз она не давала фотоаппарат, вы можете с ней договориться, что она может посмотреть на куколки. Что вообще? На какие куклы она могла бы посмотреть? Это было очень смешно. Я вообще жила. Как бы там ни было, ученицы, мы с коллегами хотим, чтобы вы попробовали стать взрослыми. Потому что 11-я неделя обучения школы леди будет посвящена семейным ценностям. И могут приехать там родители. Я бы не хотела бы этого для себя. Ну, потому что ко мне некому приезжать. Если бы была мама, это было бы другое дело. По-любому будет встреча с родителями, и я за это очень жестко нервничаю. Мама реально полжизни не знала, что со мной творилось. И она вот сейчас, мне кажется, смотрит телек и типа... вообще, что я вот это все говорю. Наша цель на 11-й неделе помочь вам раскрыть в себе главные семейные ценности. Это забота, ответственность, взаимопонимание. Это классно. Я не знаю, что это такая радость на самом деле. Кажется, я такой клубок распутан на этой неделе, честное слово. Я вот это время начала грустить. Грустно от того, что я вообще не знаю, что такое семья. Ну, по сути. А сейчас вы отправитесь на первое задание. Всегда контролируйте ситуацию. Не позволяйте ситуации контролировать вас. Такая дикция поставленная. Спасибо большое. Спасибо. А что мы хлопаем-то? Ну, первое, начало недели, девочки. А, давайте, давайте. Пока не могу судить, какая будет неделя, но я уже и рада заочно. Давайте. Ну, это интересно, но очень я переживаю. До свидания. До свидания. До свидания. Как только маленькие преподаватели ушли, Аня Милова решила высказать Ксении Милос все, что у нее накопилось. Ну, это выглядело просто оттаз. Типа, она просто смеется надо мной, видит, что у меня ни одной фотки. Я чувствую, что Барби слабее. Вот и все. И вот только поэтому она это делает, на самом деле. Я ничего комментировать никогда не буду. Все было понятно, рядом стоять или не хочу, да. Больше ни в перепалки вступать я тоже не планирую с данным человечком. Ну, блин, Ксюш, я еще ни разу не фоткалась. У меня еще ни одной фотки нет. Сейчас будет, боже мой, он спит. Ксюша начала говорить, ну, гнать на нее. И все, типа, тут подключились и говорят, что Барби опять какая-то плохая. Типа, меня это взбесил. Я не могу видеть слез. Что, я не травлю ее. Не надо бы спасать ее. Ань, ты защищала Сашу. Ань, ты защищаешь. Да, мне, я буду ее защищать, потому что... Да ты что, если мне не давала, мне кажется, не той формы дали. Ты не давала ей фотоаппарат. Ты, о чем вообще? И она стояла и говорит, дай мне фотоаппарат. Ли фотоаппарат потребовался. Смеялась, мама, не смотрела. Да, в смысле, пять минут. И что, ей тоже нужен был? Почему мы сейчас стоим все защищаем тебя, а Барби говорим, что она плохая? Боже мой, гора, ну спокоюсь, отвечай за себя. Было приятно, что кто-то, ну, хоть иногда меня защищает. Не, ну гора молодец, в этом плане согласен. Очень часто на меня все кидаются ни за что. Ты ее таскать будешь, что ли, до финала? Я тебе еще раз повторяю, сама буду решать, за кого мне здесь отвечать, и что мне здесь делать, окей? Ты мне не будешь ничего говорить, понятно тебе? Такое чувство, что только дай возможность Ксюше меня... Она эту возможность не упускает, она начинает очень жестко выливать на меня все... Мне кажется, она у нее копится, 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 потом в какой-то момент... Ну, на слабого легко накидываться, да? Я не понимаю, что эти люди здесь делают. Вот для меня это загадка. На одиннадцатой неделе пребывание в школе леди. По небратству, в детский лагерь и ромашка на выезде. Мне надоело. Так на фонтакте она, милославь. Девушки вернулись в комнату, чтобы отдохнуть после непростой фотосессии. Но их ожидало новое задание. Записочка? Короче, сидим мы в комнате. Стук в дверь, к нам приходит наш дворецкий. Там карточка и там лесочки с ручками. Написано о том, что жизнь это не событие. Люди, ваше окружение в будущем зависит только от вас. Обратитесь к своим потомкам и скажите им самые главные слова. Растерялась только к своим потомкам. Что я буду сейчас писать? Я не знаю. Нашим детям, значит. Нашим детям надо написать. Нашим детям? Нашим детям? Нашим будущим детям? Да, да. Да. Ну, пока вообще, на самом деле, такого не готова. Я не хотела обидеть. Да капец, я сейчас сама ребенок. Что я ему сейчас напишу? Я что-то не готова пока написать что-то это? Ну, давайте я напишу. Все мы, каждые, начали записывать всякие моменты. Ну, я знаю, что пожелать. Я сказала, любимые мои солнышки, как бы, проявите терпение, заботу к близким. Будьте к миру бдительны, будьте осторожны. Ну, на самом деле, я писала сыну, ну, потому что я почему-то думала, что у меня первый должен быть сын такой. И я ему написала, чтобы он никогда, никогда, типа, не обижал девушек, чтобы он был всегда собой, чтобы он делал, как чувствует. Написала, чтобы он или она хорошо училась в школе, учила языки. Мы будем красиво одеваться, мы будем там пузом валяться в песке, там, в море разглядывать рыбок. То есть мы будем смотреть мир и все его краски. Ну, короче, вот такое я написала. Я, начиная от первых строк, заканчивая тем, что три троекратное люблю-люблю-люблю, там все было пропитано смыслом. Там, ну, там просто я была. Все девушки обратились к своим будущим детям, а сейчас самое время пообщаться с родителями. Пацанок ждет родительская психология. Родительская психология самая сложная для каждой из наших учениц. Ведь именно проблемы с близкими сделали девочек жестокими, замкнутыми. Для того, чтобы разобраться со своей семейной драмой и избавиться от боли, каждая пацанка должна посмотреть на свою боль со стороны. Поехали. Проедемся по детским травмам, да? Поехали. 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 Поехали кровь. И надо относиться к этому, как к теням прошлого. Типа попадала в отделение. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это было про меня. Самые два плохих момента в моей жизни. Тюрьма и смерть мамы. Мне было больно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это страшно. Очень важно не оставаться со своей болью наедине. Поэтому каждая пацанка, осознавая свое прошлое, будет опираться на поддержку психолога. Теперь давай поговорим, да? Здравствуйте. 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 Когда он зашел, мне стало проще. Я сейчас понимала, что мне сейчас помогут с этим справиться. Захотелось прям все рассказывать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А какая самая большая боль у тебя до сих пор? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чувствую постоянно какую-то вину. Не спелась бы, если бы нас не посадили двоих с сестрой. Может, я как-то могла бы спасти, но вызвать врача скорую. Может быть, все могло бы быть по-другому. И начинаю себя зажирать. Что у меня было? Если бы... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты же понимаешь, что была бы ты рядом, не была бы ты рядом. Мама все равно бы пила и ушла из жизни. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ведь вы были рядом, и мама продолжала пить. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Она этот выбор сделала. Твоей вины, сестры, вины нет в этом. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я сама до этого не додумываюсь никогда. Когда она меня подводит к этому, я начинаю все раскладывать по полочкам. Она начала признавать это все. Мне становилось от этого легче. Ты живешь в тенях прошлого. А где надо жить? Мы здесь сейчас. Постараемся ставить царство теней в прошлом. Честно. Ты сделаешь усилие. Конечно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Верю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, я захожу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И становится как-то сразу страшно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА У каждого свое? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мне кажется, я в прошлом. Бабушкина фотография, кукла и мои фотки детские с мамой. В родительский день моя мама точно приедет. Ну, точно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сейчас тоже будет театр теней, да? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я зарубежные гости, и очень сложно мне вообще просто вырваться. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Он всегда занимался личной жизнью. Работой. Но не мной. Я единственную в жизни буду в школе леди. И нам нужно многие вопросы решить, она берет и бросает меня, как обычно. Рände. Я старалась, как могла, конечно, дарить ей любовь, но я разочаровывалась в ней каждый раз. Что касается ее жизни, она не может совладать со своими эмоциями. Примия идет, видите, ей уже 23 года, и как вот у нее была эта проблема, она, конечно, остается. Очень приятно будет, чтобы это все увидели те же самые там коллеги, знакомые. Это все, Вася, я готова меняться всегда, но она никак не помогает мне. Но это неправда просто, обнять меня во всем. Я понимала, что ей просто стыдно. И если бы я там была на каком-нибудь другом шоу, она бы пошла, еще хвасталась бы мной. Понимаю, что у меня никогда не было мамы. Театр теней. Не всегда такие мысли были, что мама всегда меня меняет на личную жизнь. А, типа, ниточка с ней, да? Ее жизнь превыше моей жизни. Связь. Хотелось поплакать, кричать. Далее в программе. Мы решили устроить для учениц стряску. Только не это. Битва не на жизнь, а на смерть. Сердце так тх-тх-тх. На что пойдут пацанки, чтобы завоевать любовь преподавателей? Простите меня. Скажи мне, пожалуйста, а вот что это за веревка была? Типа, меня с мамой держит что-то, связь какая-то. Я, например, просыпаюсь, я звоню. Выхожу из дома, я звоню. Бомж рядом смешной прошел, я звоню, типа, смеюсь с ней. Короче, мама всегда на связи. Звоню маме, сказать, мам, кто такой, бомж смешной прошел. Ты должна отделяться от мамы. Да, ума палата. Я разрываю эту связь. Мне нужно отвыкнуть от нее. Осторожно и нехотя готовится встретиться со своим прошлым Ксения Милос. Любимый футболист. Капитанская повязка. Мяч футбольный. Легкая атлетика. Семейное фото. С мамой, с папой. Я уже все, я в ожидании. Мама. Вы маме звоните? Я такая думаю, может быть, ты хоть ответишь на звонок? И нет. Не ответила, да? В этот театр теней я погрузилась. Я прям вот в 14 лет себя увидела. Когда мать собирает, как бы, ну, якобы чемодан и уходит. Оставляя ребенка одного. Задело. Задело. Которая там была проиллюстрирована. Так оно, в принципе, все происходило и происходит в этот момент. Мы сразу накатились. Что с тобой? Что-то в вас попало. Чувствую обиду на маму. Я ждала, на самом деле, просто ее присутствие. Твоя мама не приехала. А, то есть кому-то кто-то приедет. Для нее у нас сестра, которая от первого брака, она важнее. Сестра правильная. У сестры ребенок, муж. И тут я. Которая сама себе на уме. Я была ребенком, так сказать, второго сетчат, наверное. Твоя стена – это попытка доказать родителям, что ты все можешь. Что ты классная, что ты много достигла. Понимаешь, Ксюша, хватит быть нарциссом. Давай не будем, а? Это я уже прямо вам обговорю. Телом ты занимаешься, но душа твоя там не очень наполнена. Ты не пускаешь в свою жизнь чувства. Задумайся. Зарине, Ане и Ксении этот день придется провести без родных. Приедут ли родители хоть кому-то из пацанок, мы узнаем немного позже. А пока все ученицы отправляются на следующее задание. Их ждет кулинарный урок. Короче, там все были тогда в один момент, но решили показать нам по частям. У нас кухню какую-то. Здравствуйте, девушки. Деловая сосиска. Как вы думаете, что вы сегодня будете делать? Готовить. Разумеется. Ну, конечно, стало интересненько, потому что, ну, я такое люблю. Для начала я разделю вас на пары. Первая пара. Ксения Милос и Анна Костина. Малой как будто ходит на атерские мастерства. Там вторая после года. Проект самым умный. И я простой человек. Ну, как так? Было нормально. Вторая пара. Зарина Голубцова и Анна Горох. Класс. А я была с Барби. С парами определились. Пришло время узнать, для кого же будут готовить пацанки. А они будут, что они хотят? Вот, значит, три вот этих птенчика. Вам нужно накормить этих детей. Я боялась, что кто-то отравится, на самом деле. Именно от этих детей будет зависеть, получите ли вы свои звезды. Разумеется, я имею в виду условные звезды, Мишелин. Итак, каждой команде достался свой маленький, но строгий эксперт. Но сначала дети помогут пацанкам добыть ингредиенты для блюд. Готовить вы будете только из тех ингредиентов, которые ваши дети выбьют в кулинарном дартсе. Ага, понятно. Первые были Анжела и Аня Михеева. Кулинарный дартс. Мимо. Мимо. Опять мимо. Маленькая помощница девушек смогла добыть на обед рукколу, кабачки, яйца и творог. У них такая, которая вообще не сочетается. Потом кидал наш чувак. Да пацан-то нормально кинет, по-любому. Кулинарный набор Ксении и Анны. Перец, помидоры, баклажаны, листы для лазаньи и крекеры. О, крекеры. Шикарно, что там нужно. Это очень нужная вещь. Ни к селу, ни к городу какие крекеры. Это оно. Маленькая, но очень меткая помощница принесла Анне и Зарине целое изобилие ингредиентов. Курица, морковь, яблоки, зеленый горошек и даже варенье. О, курицу, яблочками нафаршировать, варенье, снаружи обмазать. Пацанки должны приготовить два блюда. И одно из них обязательно должно быть с любимым героем ребенка. Мой любимый персонаж Лунтик. Я знаю, кто такой Лунтик. Что нужно с ним сделать? Фиксики, ваша тематика. Фиксики, кто это такие? Вообще не знаю. Ну ладно, все это сделаем, короче. Я бы хотела увидеть в стиле Бэйплейт мультика. Блэд Блэйдер. Такая дзыга кутящаяся. Круто типа Дарт Вейдер, что-то такое. Не-не-не-не. Это какой-то новый мультик. Видно, когда я уехала, что вы едете, он только вышел. Дети вернутся только когда блюдо будут готовы. Пожалуйста, соблюдайте санитарные нормы. Помню, когда-то еще давно, когда я работал в магазине детских игрушек, эти Бэйблейды продавались. Такие типа дзыгих заводишь. И они начинают крутиться. И потом второй, и чей там отвалится, отпадет, тот и проиграл. А не слось. Получается, будем делать эту лазанью, ну, овощную, так как у нас одни овощи. Вот этим я никогда не пользовалась. Я не знаю, что с ним делать. Ну, наверное, его просто резать, его чистить не надо. Пока Анна и Ксения решали, каким будет первое блюдо, их соперницы начали готовить сразу два. На импровизацию мой каек вообще во всем. Ну и творожка. Мы готовим первое блюдо лунтика. Второе блюдо у нас будут кабачки с руколой. Она начинает делать заводной крем, я чищу кабачки. У нас была вообще идиллия. Третья команда решила утереть всем нос и приготовить не два, а целых три кулинарных шедевра. Можно вообще сделать половину курицы-булиночек, а половину запечь. Ты сможешь? Давай, попробуем. Давай. Я буду пищевать. Писки, калинат. Давай. Сморбаны. В вагоне за вкусом девушки совершенно забыли о санитарных нормах. Типа пить с перчаток, да? Аня, вам так идут в распущенные волосы. С локом и страстью я выложила. Но на кухне, к сожалению, нельзя. Сейчас я уберу. Это я вынуждена у вас забрать. У нас очень было мало продуктов, и каждый продукт для нас был очень важен. Теперь уже вагу. Здравствуйте. А вы знаете, что носить часы и кольца на кухне нарушение санитарных норм? Часы и кольца? Я вынужден забрать у вас. Серьезно? Крекеры. А перчатки, если оденешься? Крекер? Кольцо тоже не подходит? Они такие, ну забери ты этот крекер. То есть часы тебя напрягли, да? А вот то, что работаем без перчаток, это вообще не проблема. Как-то так? Аня Михеева успела сориентироваться и быстренько избавиться от всего, что могло повлечь санкции строгого эксперта. И я такая смотрю на себя палец, понимаю, что у меня кольцо. И такая снимаю его и ложу в гетер. Здравствуйте. Здрасте. Покажите мне ручки свои прелестные. У вас было колечко? Я его снимала. Вот Барби-крыса. Ну если бы все с ней, я бы так же сделала, правда. Ладно, я вас прощаю, и снимите серьги, пожалуйста. Снимите серьги, блядь. Что это за странное правило? Серьги снимите. Хитрость Ани спасла команду от потерь. Хрень какая-то. Ревизию закончили, и пацанки еще больше вовлеклись в готовку. Работа на кухне пыхтит-кипит. Чье же блюдо будет самым вкусным? Сердечки прям. Девушки, внимание, время вышло. Сейчас мы проверим, насколько ваши старания оценивают наши маленькие жюри. Входите, пожалуйста. Начал он с Ксюшей Милос и с Аней. Господи. И Бэйблейда? А где Бэйблейд? Типа Юла, это такая штука. Как он? Ну, я реально ему сказала, когда я его отворачиваю. Если ты что-то пикнешь, или тебе что-то не понравится, меня на себя. Серьезно? Есть можно. Ты угрожала малому? Я бы хотела сам попробовать, чтобы удостовериться. Это на вкус как переваренный макарон. Вообще, знаете, что лазанью надо запекать, а не варить? Когда он пробовал второе блюдо, я вообще отвернулась. А как оценит юный эксперт блюдо Анны Михеевой и Анжелы? Я видела, что у них там что-то симпатичное. У них там прям какая-то зима какая-то на тарелке была. Лео, лунтик. Ой, мы с Аней стоим такие, ого, круто. И пробует Егор, говорит, очень хорошая задумка. Спасибо. Похоже, блюда этой команды вполне съедобны. А чем же будут удивлять Зарина и Анна Горохова? Настя любит фиксики, она говорила. И мы решили сделать ей фигурки из яблок. Просто порезанные яблоки, я считаю, это не блюдо. Я это не засчитываю. Вы даже не делали термической обработки какой-либо для них. Бульончик. Курица сырая. Я на него стригаю, она доваренная. Недоваренная, я говорю. Курица недоваренная. И он даже эксперт наш пробовать не стал. Было вообще обидно. Я думала, капец. Очень несправедливо. Час икс настал. Какая команда получит от Егора звезды Мишлен? Я считаю, что наиболее креативными и наиболее вкусными блюдами были блюда... Анжелите и Ани! Мы обе засветились, как светлячки. Было, мне кажется, не объективно. Потому что победить должна была минус. В следующей части программы Не дай ему сорваться. Мам, что делать? Хочу просто выкинуться в саппад. Я жалею, что я не ответила ему. Этот урок девушки не забудут никогда. Меня вообще начало трясти очень жестко. Типа колл-центр для суицидников? Простите меня за все. Аля, уговори не делать какой-то хрень? Или что это было? Следующее задание заставит пацанок изрядно понервничать. Ведь на кону будут жизни людей. Смогут ли ученицы найти подход к тем, кто категоричен в своем решении? Приходим мы в какой-то офис. Атрибутика колл-центра. Ну, то есть компьютеры, телефоны. Я думаю, очень интересный моментик. Записочка, можно? В окна. Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир. Одно ваше слово может изменить все. Не оставайтесь. Короче, будут звонить Аляки по суицидники. Мы находимся в центре службы спасения. Я эти службы знала, но не воспринимала это как-то серьезно. Сейчас у меня ладони вспотели, потому что я очень переживаю. Мне кажется, я смогу заболтать человека. Заболтать, но не спасти. Практически каждую неделю мы повторяем ученицам, насколько важно говорить о своих проблемах. Сейчас мы решили наглядно продемонстрировать это. Мы превратим девушек в сотрудников службы доверия и спасения. Перед таким ответственным заданием девушкам необходим инструктаж опытного психолога. Естественно, что там будет находиться на той линии актер. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Мы никак не ожидали ее увидеть. Я начала нервничать. Как вы думаете, какая тема очень важна в службе спасения и службе доверия? Нападение какое-то. Так, еще. Суицид. Суицид. Мы впервые за три года решили обсудить очень важную тему, тему суицидов. Что такое суицид? Как расшифровывается? Слово су, что означает? Убить себя. Убить себя. Умничка. Убить себя. Прежде чем начать говорить о том, как они могут помочь другим, я предложила девочкам рассказать о ситуациях в их жизни. Было ли у вас такое? Давайте попробуем рассказать, у кого что есть в памяти. Свой собственный опыт. Может быть, опыт ваших друзей, ваших знакомых. Для всех девочек тема близкая. Мы же не спорта, все здесь. Что ты вспомнила? Ну, у меня зимой вдруг в три часа ночи в социальной сети скинул диалог Джона Кофи из «Зеленой Миле», где, говорится, я устал, босс. И написал, вот, Анжелка, так бывает. А потом я узнала, что именно в три часа ночи он повесился. Я жалею, потому что я просто не ответила ему в тот момент. Почему-то всегда в жизни происходят такие ситуации, когда вовремя кто-то не взял трубку, вовремя кто-то не поговорил. Когда он узнала, я на работе вообще была на репетиции, и мне надо было на похороны успеть. А он с детьми работал, и там дети были на похоронах, его дети. Когда она на похороны пришла, ну, видела все вот это все, и как ревели дети и все эти моменты. А я стояла и думала, блин, я такой близкий ему человек был вообще. И обидно. Я считаю почему-то, что я могла это предотвратить. Конечно, она чувствует вино на сто процентов. Заринка. Ну, я пробовала вешаться в три раза. У папы в гараже я пробовала вешаться, когда дома никого не было. Я начала висеть, ну, и просто дрыгаться, и потом балка оторвалась. Меня что-то спасло. Это было чувство неразеленной любви. Когда кого-то любишь, ты думаешь, что жизнь без него не имеет смысла. Ну, конечно, это, наверное, не выход. Просто думаю, что тебя не станет, и ты избавишься от этой какой-то внутренней боли. Да, второй раз. Где-то в первом классе мы его застали, как наш дедушка повешался. Мы его нашли в ванной-изменнике. Боже. И я там же пыталась вешаться. Страшнее, конечно, видеть, как мои близкие становятся, ну... Потому что ты же их теряешь, ты же их можешь больше не увидеть. В такие моменты я понимаю, сколько всего мы вообще прохавали. Анечка, каким образом ты сталкивалась в своей жизни с суицидальным поведением? Мне было так стрёмно, мне не хотелось об этом рассказывать. Как раз перед проектом мама смс-ку написала. Типа странную какую-то... Ну, я вас любила, типа, простите меня за всё. Я не знаю, я прям конкретно подсела. У меня было просто главное успеть. И я ехала быстро-быстро, я не знаю, я очень быстро доехала, забежала. Она... Ну, платалась много таблеток. Очень опасных каких-то там... Не знаю, секунды оставались. Было рядом у себя, говорила, что, ну, не переживай, всё хорошо. Типа, сейчас всё исправится. Мне прям душа была тяжела, как будто я погибала в этот момент. Я очень боюсь свою маму потерять, правда, очень сильно боюсь. Слава богу, что у неё всё хорошо, то, что я мама жила. Ну, у меня мама тоже пыталась несколько раз. Я маленькая была, я вышла, ну, ночь была. Ну, я слышала какие-то крики, что-то такое. И вышла из комнаты, и мама прям, ну, типа, фонтаном кровь бежала из вены. Даже не помню лица мамы, я помню, ну, тупо кровь. И, ну, типа, тряпки какие-то ей там заматывали руки. Даже несмотря на то, что она, типа, ну, пила, ну, избивала меня, я всегда очень боялась за неё. Я боялась, что с ней что-то случится. Я всегда её ждала, типа, когда я не была дома. Но я всегда очень боялась, что с ней что-то случится. Всегда. Значит, девочки, если вы сталкиваетесь с человеком, который сейчас хочет совершить с собой суицид, ни в коем случае, как ни странно, в этих ситуациях нельзя говорить, я тебя понимаю. Ну, мне кажется, никто тебя не понимает. Конечно. Мы поговорили о том, как можно помочь человеку, который стоит на грани жизни и смерти. Не надо говорить, давай, сделай, кишка тонка. И девочки после этого продолжили свою работу уже как люди службы спасения. Пришло время приступить к практике. Конечно, к начинающим психологам будут обращаться актёры. Но девушки об этом не знают и очень волнуются. Мы напряглись, да, на самом деле, потому что нам будут звонить люди, и нам нужно будет как-то помогать им. Они реально думают, что это будет не актёры, да? Он звонит! Аня, бери. Я поймала вообще панику очень сильно. У меня начали ладони потеть. Служба спасения слушает вас. Здравствуйте. Мне так плохо. Что у вас случилось? Мой муж меня бьёт. Он меня убьёт. Он меня убьёт. Я не знаю, куда он будет. Что мне делать? Какие сейчас слова ей подобрать и сказать, чтобы она как-то успокоилась? Хорошая актриса. Знаете, мне кажется, что человек, который к вам так относится, не должен находиться рядом с вами. Человек один раз ударил, ему надо уходить. Это сто процентов. Но половина женщин России, они не уходят от таких мужей, потому что они их любят. Не знаю, что он делать, может, не поверить. Вот он тогда меня оценит. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Слушай, ты же не пить путь. Ты самушек месяц хочешь? Скажи, что никто не должен. Загажай. Алло. Она скинула трубку. То есть провалила испытание. Отпустила. Не смогла достучаться. Не обязательно это, что она сейчас пойдет это делать. Она же только говорила. Мандраж. На самом деле был мандраж. Ну, типа здесь провалено. Служба спасения, здравствуйте. Я приготовилась более-менее, меня трясло. Я волновалась, потери ладошки. У меня такая ситуация. Мне 15 лет, и просто, ну, я не была получена еще. Не знаю, что делать. Хочу просто выкинуться с папа. Понимаю. Понимаю. Я хочу сказать, что я боялась потерять нить в связи с этим человеком. Я тоже. Я боялась сказать что-то не то. Если у вас родители начали так пить, могу сказать, что это очень тяжело изменить. Порой вообще невозможно. И я думаю, что вам стоит обратиться в службу поддержки. Так я и обратился уже. Пошел туда и не боялся этого. Вы не бойтесь, пожалуйста, никаких приютов и таких мест. Если это помолит, то спасибо. Я видела, что она старалась. Анжела вообще, в принципе, всегда старается. И тут она опять выкладывалась по полной. Андрей, вы еще здесь? Все. Пока что я еще с вами. Да, думаете? Да, молодец. Он ей сказал спасибо. Ну лучше. Это вот тогда стало более легче. Надеюсь, ему помогут. Вот типа выполнено задание. Алло, здравствуйте. Служба спасения. Я вас слушаю. Меня вообще начало трясти очень жестко. У меня такая проблема. Меня изнасиловали. Я не знала сначала вообще, что ей сказать. Я сама начала очень жестко переживать. Сейчас вы не должны ни в коем случае закрываться. Закрываться от людей. Я сама когда-то была в такой ситуации. У меня просто это вырвалось. Я не хотела этого говорить. И просто после этого я по ней еще больше занервничала. Я чувствую, как у меня дрожал голос. Хочу, чтобы вы попробовали обратиться в полицию. Никто вас не осудит. Работа правоохранительных органов и психологов не судить людей, а помогать им. Спасибо за поддержку. Я надеюсь, что она меня послушала. И я надеюсь, что у нее все нормально. На этом не заканчивается жизнь. И на этом нельзя ставить на себе крест. И крест на всех людях. Молодец. Нормально. Мы гордимся результатами работы в службе доверия и спасения. Ведь большинство учениц по-настоящему прониклись жизненными ситуациями незнакомых людей. И давали советы, которые за пределами школы-реди помогут спасти кому-то жизнь. Далее смотрите. А что не всех показали? Я ждала, что у нее маму. Приедут ли родители хоть к одной из учениц? Да приедут. Я ждала этого вообще. И какую страшную тайну Анна Горохова решилась открыть психологу. Я очень часто об этом вспоминала. Это надо было сказать. Вы не можете это пропустить. Пришло время узнать, приехали ли родные хоть к одной из участниц. Приехали. Трудный, но важный психологический урок ждет Анну Горохову, Анжелу и Аню Костину. Тройка, да. Я зашла как к себе домой. О, Господи. То, что мне больше всего напрягло, это тарелку с тараканами. И, ну, у меня ассоциации с моей кухней. Фотки еще мои взяли. Это вообще была полная психоделика для меня, очень жесткая. И моя мама заговорила. И мне было так обидно, что она даже не удосужилась сказать о том, что она как-то меня поддерживает. Мы все время стоили вообще. Как только она у меня появилась. При всех своих друзях всегда говорила, что моя дочь еще. Да, она вон матершинница. Ну, чай мне, конечно. Ну, что у нас не такая семья, как надо. Я бы хотела, чтобы у нее вернулся оптимизм. А чтобы она немножко поверила в добро, которого как бы неоткуда взять. Да. Чего? Что? Смысл постановки в том, что женщина была занята бумагами и книгами и не уделяла время в ребенку. Я просто была с кем-то постоянно где-то и все. Я не могла спокойно стоять. Мне хотелось оттуда убежать вообще. Я до конца надеялась, что она может быть приедет. Она никогда никуда ко мне не приезжает. Ты реагируешь все время на маму, как маленькая девочка. Наверное, она не приехала, судя по тому, что она говорила. Ты реагируешь от нее в эмоциональном плане. Она как энергетический вампир. Она меня ела морально очень сильно. Она всегда делает так, чтобы я потом извинялась. А потом я чувствовала, что я просто какой-то... Я же иногда вообще сильно психологически насилую себя в этом плане. У меня были моменты, когда у меня был нервный срыв, у меня отнимались ноги. А куда обратиться, я не знала. Ты уже взрослая девушка. Надо отрезать пуповину от мамы. Ты должна быть другая. И у тебя эти силы есть. Я поняла, что я вот есть сама у себя. Стоит тогда беречь нервы. Встречи с мамой очень ждет Анна Костина. Приедет ли она? Зашла в комнату. Это, короче, тут витуха моя. Кроволол, водка, очкушка. Это, наверное, очень. Я услышала голос мамы. Что-то я посмотрела первую серию. Нет, мой ребенок плачет, а я об этом только узнаю от посторонних людей. Она очень много скрывает. Мое слабое сердце не выдержит, наверное, никаких свиданий. Я никогда ничего не говорила, потому что, чтобы не нанести ей обиду. Да, я тебе благодарна, ты давала денег. Но это, ну, как бы, жизнь-то идет, платежка приходит. Нужно каждый месяц за нее платить, не раз в год. Я одна сейчас натяну. Конечно, я удивилась, меня и возмутила. Потому что я всегда все приносила в дом. Я на что надеюсь увидеть свою Аню там в чудесном платье, с чудесными манерами общения. У мамы какая-то речь такая, как будто она подбухивает. Ну, мальчик. Я увидела там себя конкретно с таким же пучканом. Она тоже хочет играть, но почему-то на нее не обращают внимания. Ей одиноко. У меня ток по телу. Я ждала, что увижу маму. Ну, я повернулась, там была не мама. А какие у тебя отношения с братом? С братом мы сложные отношения. Моего брата постоянно всегда защищали. И это меня, то есть, загоняли в угол. Я всегда хотела, чтобы он был терпим. Может, Гороховы придут? Вот у нас не было папы, чтобы он заменял нам папу. А кто папой стал в доме? Мне кажется, что я, потому что для дома делаю больше я. Есть такое, что я правда принеси, покорми. И... Что ты ждешь от мамы? Слушайте. Сарказм. Любви жду. Жизнь мне казалась, что я никому не нужна. Мне просто хотелось, чтобы... Мною правда гордились. Ну, я старалась для этого что-то делать. Я достигла маму, да? Я могу, я могу купить тебе, я могу принести тебе. И ты не получаешь то, что ты покупать пытаешься. Ты делаешь, ожидая эмоций, а эмоции получает кто? Рад. Просто обнять хотя бы за это, то есть этого мне реально было бы очень достаточно. Обязательно я буду им помогать и все это делать, но мне нужно просто начать жить для себя. Они должны сами начинать как-то крутиться. Потому что вот так слишком много времени прошло, нет для меня. Благодаря психологу Аня смогла разобраться со своим прошлым. На очереди Анна Горохова. Я захожу в комнату. Здравствуйте. Что, нет, я одна? Может, все-таки к ней мама приедет? Все, что там стояло, это говорило о моем детстве. Похоже. О моей жизни с мамой. Прям на маму очень похоже. Картошка. Ну, мама меня в детстве заставляла варить всегда, когда пухала. Я слышу мамин голос, и меня начинают опять подкидывать. Нужно, чтобы у нее цель была в жизни. Она не может определиться, чего она хочет. Она очень беспорядка. Она в развитии, которая ничего не изменит. Не ожидала этого вообще. Мне обидно просто. А почему мне в Вечне всегда все недооценивают? Естественно, я виновата в этом. Это не мои пьянки. Сумой даже она не хотела идти. Может, реально приедет ее мама? Я знала, что мама, если даже трезвая, это пару дней, там, неделя максимум. Типа, я даю деньги к доктору, чтобы маме его закодировали. Типа, да, это тоже у меня было. И я это делаю три раза в своей жизни. И не помогало, да? Мне ни один раз не помогло. У меня есть один вопрос к тебе, который возник вчера, когда вы были в Центре спасения, да? У тебя был звонок от девушки. Что-то вы изнастиловали. И ты сказала фразу. Мне это знакомо или как-то я это... Ну, да, да. Просто я не могла сильно это сказать. Мне было очень тяжело. Ага. И я не хотела вообще, чтобы об этом кто-то знал. Ты можешь сейчас мне рассказать? Держать это в себе мне было реально сложно. Я очень часто об этом вспоминал. Это надо было рассказать. Ну, я была маленькая, мне, может, лет восемь было. И у меня была компания, там, одни пацаны и я. Жестко. Ну, им лет, наверное, по четырнадцать, по пятнадцать. Меня встретили на стадионе, потом мы пошли в гараж. Ну, они застали меня раздеться. Ну, я просто боялась. Потом уже поняла, что они настроены агрессивно. Я просто закрылась ступой и делала, как они говорят. Ну, вот все вот это начало происходить. Что это? Да, блин, я не могу это сказать. Я не знаю, почему. Ну, сейчас я попробую. Потому что это по-прежнему значимо. Бедный ребенок. Восемь лет. То, что значит, не пережито еще. Я не могла, мне было очень тяжело это сказать. Ну, все, потом начали насиловать все. Там было человек шесть. Это была толпа, понимаешь? Просто я не понимаю, как... Ну, ***. Я просто не понимаю, как это можно просто вот быть такими людьми. И все, я просто ушла. Малолетние подонки. И потом дальше с ними общалась. У меня не было выбора. Я тупо спокойно относилась к этому. Я не плакала, я не страдала. То есть у меня, мне кажется, был какой-то детский шок. Но потом уже лет в 11. Этот же мальчик из этой же компании просто в подъезде. И опять, типа, изнасиловала. И все, я опять-то помолчила. Жестко. Невыносимо реально, ну... Я, когда-то я просто хотела реально умереть. Ну, я просто не понимала, типа, зачем я тогда живу, если у меня каждый день это происходит. Эти изнасилования, которые были, ты в них, во всяком случае, абсолютно не виновата. И ты сказала страшную фразу, когда после первого изнасилования ты продолжала общаться с этими мальчиками. Ты сказала выхода. Что? У меня не было выхода. У тебя не было выхода. Потому что маленькая девочка должна, конечно, в 8 лет общаться с мамой. Да. Это прав тык мамаши. Я не могла находиться с мамой, которая пьет. Я не хотела дома тоже оставаться. Мне некуда было пойти. Я не знала, о чем мне делать. И была полученная семья. Мама Бухарь. Уже знает. И пострадал ребенок. Как вести себя в этой жизни? У нее выход есть. Я стала сильным человеком. И это все, значит, суждено мне было. Вот и все. Наши после черные полосы всегда белые наступают. Вот моя, видимо, белая наступает, наконец. Впервые за всю историю проекта родители не приехали ни к одной из учениц. А вообще никому. Но мы надеемся, что на уроке психологии пацанки сумели закрыть все гештальты. Понятно. И теперь девушки знают, как и куда двигаться дальше. То есть отморозились все. Следующий урок поможет пацанкам ощутить, каково оно быть мамой. Мы решили устроить для учениц физическую и эмоциональную встряску. Добро пожаловать в школу для будущих мам. Школу для будущих мам. Сейчас животы накладные оденете. Я думала, что мы сейчас будем делать движ, что мы рожаем. Блин, нет, только не это. Этот эксперимент поможет вам понять, что ощущает женщина во время беременности и как протекает ее будни. А чтобы лучше понять беременную женщину, пацанки примерят живот. Стандартная практика. Сначала форма, потом животик. А вы думаете, мне второй нужен? Они такие тяжелые, я не знаю, как с такими ходить можно. У меня что-то почему-то сиськи на уровне пуза. Это нормально? Аня Кустина выработала свою методику. Далее в программе. Фуршет с подвохом. Сегодня не Милос первой заходит, сегодня я. Вы можете тоже покушать, собственно. Какой сюрприз приготовили ученицам? Не нужно пока. Ну потому что не хотел, чтобы знали. Ну зачем? И кто довел до слез маленьких преподавателей? Ну это сложно слушать. Не пропустите. Может истории жизни детей, что там тоже не все так сладко? Вот так вообще очень удобно. Нужно падать на спинку и одеваться. А-а-а, Зори! Это я три месяца назад. На Зори с людьми. Зори-то там сейчас тоже не водит, наверное. И все девочки одели, я только думала, ой, какие мамочки вообще. Во время вынашивания ребенка существенно увеличивается нагрузка на весь организм. Чтобы справляться с этим, необходима ежедневные тренировки. Я хочу пригласить сюда свою ассистентку. Которая беременна, да? И выходит эта ласточка. Да. С таким животом огромным, как будто у нее сейчас, как у Анжелины, сжались сто пятьсот миллионов детей и родиться. Это Оксана, и у нее тридцать пятая неделя беременности. Восьмой месяц. Вот Оксана скоро рожает. Девятый, точнее, скоро пойдет. Она прижает, сейчас она будет с вами вместе тренироваться. Но Оксаночка правда жгла. Симметрично сближаем пальчики и пяточки. И ставим ножку выше колена. И это Оксана сейчас сделает. Держим обновесие. Хер на себе, Оксана. А с животом удержать вес нереально. Хват за большой пальчик ноги. Не, у меня с этим проблема. Сарина. Да я не могу. Мне так ноги не поднимаются. Это должна быть хорошая растяжка. Выдох. Она все видела. Я выбрала себе просто неправильное место, что села вот так напротив нее. Ласточка. Зарина, не придерживаемся за мяч. Да нет, он сам подкатился. Капец, она получила мое имя и все верно. Зарина! Зарина, делайте! Зарина, пробуйте! Зарина, давайте! Мы просто подставляем руки под бедра. Вот так. Березка. Это откуда такие надвижения? Да нельзя такое беременным делать. Я не знаю, разродиться можно сразу. А теперь после каждого выдоха мы будем добавлять упражнение кегеля. Кто-нибудь слышал об этом? Это женщины тренируют специально мышцы интимные. Это когда ты вагинальные мышцы сжимаешь и разжимаешь. Женка, молодец! У тебя там мухло, наверное, как все. Это упражнение помогает подготовить мышцы, которые будут участвовать в родах. Ну и чтобы это для... Объяснила. Положите пальцы своей руки вот сюда вот. Для хорошего восстановления потом. И попробуйте зажать и расслабить мышцы влагалища. Зарину прорвало. Хотелось просто сказать, тихо, тихо, хватит, хватит. Что вы там трогаете? Я не понимаю вообще ничего. Сконцентрируйтесь. Начали пробовать. Зарина вообще в кураж вошла. Я когда поняла, что, да, то абсолютно вообще можешь следить. Ага, притаиться и вообще Кегеля делать конкретно. Девочки, кто сколько сделал? Я больше 50 раз. Больше 50 раз тренированная, да? Да. Если брать этот вонбилдинг, то я качок. То я умею, я могу вообще больше 50 раз так сделать. Считаю, что вы уже готовы для следующего задания. Мы преобразились. Мы думали, что будет вечерина какая-то. Финальное испытание. Сегодня не Милос первая заходит. Сегодня я. А что это такое? Заходим мы там. Фуршет. Такой небольшой фуршетный стол. Гости. И шампан Бокаловского там был. Мы же дамы-то не бьющие нынче. И, а, девочки, еда, кто просил? Поесть пойдем. О, класс. Мы теперь дамы жрущие, а не бьющие. А это наши гости или нет? Вы можете тоже покушать, собственно. И стоял прожектор. Кино, наверное, смотреть все пришли какое-то. И я увидела чувака. Песочная анимация. Это сейчас дядя будет на песке рисовать. Серьезно? Вышли наши типа преподы. На песке либо на песке. Смотрите, какие милашки. Добрый вечер, девушки. Мы для вас приготовили кинопоказ. Вы посмотрите на себя и на одноклассниц по-другому. В начале этой недели мы неспроста дали вам задание написать письма в будущее. Будем смотреть сейчас наше послание к нашим детям. Будет история, сделанная из песка. Класс. Мы хотим уже посмотреть, да. Я вообще была на самом деле возмущена. Не нужно показывать. Всегда переживаю, что у меня какое-то все не то. Ну, потому что я не хотела, чтобы знали. Ну, зачем? Это же вообще-то все мои мысли, мои секреты. Зарина все время идет в протест. Это тупо вообще. Она весь проект к себе вести будет. Все, тихо. Сейчас Зиноя, наверное. Не надо. Кто первый? Анна Горохова, наверное. Или Михеева? Я так и думаю, так же Зана на 103. Думаю, ну, по-любому не я. Костина. Ну, что, Сянь, твой первый фильм? Я сейчас пугалась, думаю, так, что, сейчас историю мою будут рассказывать вообще, а тогда я. Привет, мой малыш. Тебя еще нет на этом свете, но я знаю точно, что я буду любить тебя очень сильно. Я не позволю, чтобы ты чувствовал себя одиноким, недолюбленным ребенком, как это было со мной. Тебе никогда не придется тянуть семью на своих плечах, как сейчас делаю это я, не получая в ответ даже элементарного спасибо. Я обязательно покажу тебе все краски этого мира. И я очень, очень буду стараться к тебе прислушиваться. Крепко обнимаю ваша мама. Это классно, я хочу даже похлопать. Да, прям так чуть-чуть аж за дело. Наверное, первый раз сейчас у меня будут такие эмоции прям добрые, добрые, настолько, что мне хотелось от доброты плакать. Я не ожидала такого Тани. Всегда было такое черство, что ли. Немножко злой, типа агрессивный. А сейчас она такая добрая, такая чистая. Это было искренне. Она реально как полноценная мама писала, типа, как будто она в натуре уже готова к семье. Хорошо звучало, да. Ну, Ань, твой. Хорохова. Привет, дети. За несколько лет я пережила столько боли и страданий, сколько люди не переживают за всю свою жизнь. Тогда я дала себе обещание. С моими детьми такого не случится. Я представляю, как мы все дружно ждем папу на ужин. Я заметил, что у меня единственное было написано про папу. Больше ни у кого я вот этого прям не увидела. Я хочу, чтобы мы всегда были дружны, чтобы мы очень часто говорили друг другу «люблю». Ведь любовь – это самое главное в жизни. Именно сейчас стараюсь. Хотя вроде бы такой момент, где-то же видел, что она вроде бы лесбиянка. Она даже потом встречалась, либо до сих пор встречается. Ну, точно, по-моему, встречалась с девчонкой из украинских пацанок. Даже приезжала за ней. Вот такая точная информация у меня была. Да, сто процентов. То есть, ну, как минимум, может, не лесбиянка, бисексуалка и так далее. Но она встречалась. «Делать все для нашего счастливого будущего. Полюбите жизнь, как сейчас полюбила ее я, и вы увидите, что все вокруг станет в сто раз круче». Моя жизнь с детьми начнется с чистого листа. Я вообще не хотела, чтобы мои дети знали, что у меня было что-то плохо в жизни. Я дала обещание, что они будут мной гордиться, всегда мои дети. Так спокойно мне, так было хорошо внутри. Я просто сидела и радовалась. Мне кажется, я два шага уже сделала к своим изменениям. Дошла очередь до меня. Я в себя вцепилась, мне было очень интересно посмотреть, что там. Любимые малыши, я обращаюсь к вам из места, которое навсегда изменило мою жизнь, где я чувствую себя важной и нужной. С самого детства я могла надеяться только на себя. Без поддержки я сама чувствовала себя мусором, никому не нужной и выброшенной. И точно знаю, от какой жизни я хочу оградить вас. Я всегда буду рядом и буду ставить ваши интересы в приоритет своим. Аж дети плачут. Хочу пожелать вам ко всему относиться с терпением и любые трудности не принимать близко к сердцу. Поэтому будьте мудрыми, будьте осторожными. Следуйте за мечтой и слушайте свое сердце. Слезы подступили, я уже не могу держать, и все, оно все просто упало. Но это сложно слушать, частичку твоей жизни. Представляла уже жизнь-то свою, и жизнь со своими детьми. Мне это очень придавало сил. Очень интересно, посмотрите. Я начала нервничать, потому что вдруг все будут смеяться надо мной. Я думала, она сейчас какую-то дичь его сейчас скажет. Привет, малыш. Однажды я осталась совсем одна и не знала, что делать. В тот момент я осознала, я никому не нужна. Даже родная мать меня не замечала. И чтобы заглушить боль и одиночество, я начала убегать от реальности. Впервые я попробовала алкоголь и наркотики в пятом классе. Мне хотелось стать нужной. Из-за своих странных выходок я спустилась на самое дно. Я не хочу, чтобы тебе было так же сложно, поэтому слушай и запоминай. Ты особенная. Вокруг тебя есть множество интересных людей, и чтобы стать кем-то, не обязательно постоянно привлекать к себе внимание. Просто будь собой и развивай свой мозг. Я вот бросила институт и очень жирею. Ты мое все. Но я же не вечно. Мне вообще все понравилось у Михеевы. Очень. Я правда не ожидала, честно. Я же пристала послушать, правда. Я просто думала, что тебе там вообще в голове бардак. У меня в голове таракана, но не под контролем. Барби и вот это то, что было написано, вообще не соответствовало. Значит, она не такая, какую она себя показывает здесь. Возможно, в ней есть человек. Я не привыкла, что люди вокруг меня говорят, вау, прикольно. Я привыкла, что все смеются и говорят, блин, прекрати. Зор, твою эту будем смотреть? Давайте. Давайте Зорину посмотрим, она согласна. Пока не поздно. Ну, согласилась, потому что видела, как это было достаточно все красиво, и мне стало интересно тоже. Зорина. Вот она, ЗЗ. Мой маленький пупсеныш, ты смысл моей жизни. Сейчас я нахожусь на той стадии, когда начала понимать себя и наделять себя теплыми качествами, чтобы воспитывать тебя в доброте и понимании. Но так было не всегда. В свои лучшие годы я видела мир через решетку тюремной камеры. Моими друзьями были зэки, а воспитателями – жестокие надзиратели. Мне казалось, что таким, как я, нет места на земле. Но нашлись люди, которые показали, что и во мне есть свет, и я готова делиться им с тобой. Я не хочу видеть ни одной твоей слезинки. Я постараюсь сделать все, чтобы на твоем жизненном пути было как можно меньше камней, о которые ты можешь споткнуться. Я хочу, чтобы все было именно так и даже еще лучше. Обещаю быть самой внимательной и любящей мамой. Большое спасибо. За то, что я смогла это услышать и увидеть как-то нежно, что ли. Надеюсь, ты согласен. Не передумала, чтобы показали. Но я стеснялась, чтобы… Ну вот, видишь, не так страшно, как казалось. Боялась осуждения. Правда, на самом деле, это очень даже мотивирующий. Я поняла, чего мне не хватило, чего я недосказала. Давайте Ксюшу посмотрим. Блокбастер сейчас включать. Здравствуй, мой родной человечек, моя кровинушка. Всю жизнь я безуспешно пыталась оправдать ожидания своих родителей. Они хотели сына, а на свет появилась я, девочка Ксюша с голубыми глазами. Это глубоко, это все очень непросто. И вот там моя была душа. С первой минуты просто потекли слезы. Я собирала награды, чтобы увидеть гордость в глазах отца и матери. Но мои старания никто не заметил. Все время было за признание. Это самое большое и страшное предательство, которое человек может испытать в своей жизни. Чтобы не сойти с ума и выжить, мне пришлось стать закрытой и даже немного жестокой. Я знаю, чего точно не желаю тебе. Я принимаю тебя любого. Все, чего ты хочешь, это правильно. Никто не должен подрывать твою веру в себя. Поэтому сразу уходи от тех, кто тянет тебя вниз и не помогает развиваться. Твори, мечтай, ставь цели и не изменяй им. Радуйся мелочам, живи везде. Созвучало твари. Не твари, а твари. Я думаю, в смысле твари. Озвучка там была не твари, а твари. Твари, мечтай. Ты думаешь, я такой думаю, причем здесь твари вообще? Как влияет вообще, да, на чем ударение сделаешь? Здесь и сейчас. Это было сильно. Я под глубоким впечатлением сейчас пока. Сложно найти слова, как никогда. Ну, там я была. Она мне поразила сильно. И я в тот момент подумала, что Ксюша у нас тоже человек. Иногда я ее просто не понимала. Я все мысли уже видела. Усмотрела каждую внимательно. И в каждой я увидела что-то искреннее, трогательное. У каждого свое. Это очень важные моменты. То есть каждому душу вкладывал. Дорогие ученицы, я вижу в ваших глазах огонь. Вижу ваши эмоции. Вы сделаете главное, вы лучше изговорить о своих целях и желаниях. Спасибо за ваши прекрасные картины. Такие уже повороты, которые, ну, понимаешь, что это все такое живое, настоящее. Атмосфера, конечно, царила. Такой теплоты, добра, ну, чего-то как будто, чего-то нового. Все девочки в этот день трансформировались. Ну, в девушек настоящих. Понимают, что такое семейные ценности. Неделя была непростой. Пришло время подвести итоги. Кто с радостью будет носить имя лучшей ученицы недели? Кому достанется клякса? А кому придется собирать чемоданы? Выходим мы на выгон и сидят эти мини-колосанчики, моллюски. И они будто выгоняют, да? Добрые девченицы, присаживайтесь. Смешно. Ты выходишь, и они сидят. Да, смешно. Кого-то выгоним. Пола. Особенно Лаура Альбертовна, она слишком микро была. Подходит к концу одиннадцатая неделя школы «Леди». Она была посвящена семейным ценностям. Пришло время подводить итоги. Я смотрю, малыхи такие взоры бросают на балкончик. А там сейчас выходят преподаватели. И выходят наши преподаватели, снимаются сзади, я смотрю на Лауру и на большую Лауру. И похожи, да? Нереально похожи. Очень рада вас видеть. А наши юные наставницы... Спасибо вам большое. Не за что. У нас растет хорошая смена. До свидания. До свидания. До свидания. Делать выбор на каждой неделе нам становится все сложнее и сложнее. Все начали переживать. Каждый может, ну, как бы, уйти сегодня. Ксения. У меня было такое предмервозное какое-то состояние пограничное. На прошлой неделе вы получили кляксу, символ худшей ученицы недели. А вот на этой неделе мы считаем, что вы отлично справились. То есть не вылетает, остается. Одно очень значимый шаг на пути к изменениям. Речь идет о работе с психологом Ксении. Это достойно похвалы. И за этот шаг, Ксения, навстречу себе, вы становитесь... Лучшей? Лучшей ученицей недели. Из ряде в князе? Схитрик. Отмечали. Я не согласна с этим, что она лучше ученица. Ну, потому что она провоцирует меня, типа, врет. И что, сейчас что скажет? И просто думаю, ну, зачем вы это делаете? Специально справа отзыводовать. Поздравляем. Чтобы была конкуренция, война. Что, что она там задирешивает так нос, что... Ну, я не знаю, что я ее буду, наверное, вот так на нее смотреть просто. Ксюш, Ксюш, спускайся! За очень успешную работу на прошедшей неделе мы даем второй бант, второй символ лучшей ученицы недели. Кому? Я в шоке была, что достали второй бантик, типа, это прикольно, интересно. Анна, это вы. Вы становитесь лучшей ученицей недели. Поздравляем. Спасибо вам большое. Ну, мне на самом деле очень приятно. Типа, я была на первой неделе только лучшей ученицей, и сейчас уже одиннадцать, десять недель прошло, это, получается, почти три месяца, прикинь. Ну, два с половиной, да. И только сейчас я стала лучшей снова ученицей. Аня, спасибо вам отдельное за урок психологии. Вы рассказали самую большую вашу тайну, которую хранили десять лет. Спасибо вам. А теперь мы хотим обратиться к Анне Мигеевой. Анечка, на этой неделе вы стали взрослеть. Тоже оставят ее, да? Морально растет. О, это задевает, ой, задевает. Глобально мы перестали вас замечать. Ну, реально, барби на этой неделе было очень мало. Нам хотелось бы видеть больше активности вас. Огня. Угу. Вы яркая, ярчайшая индивидуальность. Хотим огня, да? Меняйтесь, взрослейте, но не теряйте себя. Не оставляют ее. Хорошо. Спасибо. Я знаю, что мне нужно делать. Просто нужно быть собой, и все, как обычно. У меня даже где-то это написано, быть собой, типа, не растворяйся. Вот. А я растворилась, наверное, немножко. Анжелика. Как сахарок в воде. Анжела всегда на нервах, на выгнах. Ее трясет. Она вот так смотрит, всего боится. Главная похвала для вас – это осознание своих ошибок после работы с психологом. Вы уже наметили свой курс? Как будете вести себя с мамой? Да, Лиля сказала мне, как мне действовать. За чувство вины сказала, что мне нужно у себя спросить, виновата ли я, что я вообще родилась в таком месте, за что меня винят. Я сейчас частенько буду говорить себе «стоп» в плане вины. Анна Костина, эта неделя для вас была ведь довольно успешной. Вы стали более активны, вы стали проявлять себя больше, чем даже на предыдущей неделе. Но недостаточно. Шансы на вылет? Знаете, чего вам, на наш взгляд, не хватает? Вот этого самого дорогого, самого ценного и самого главного чувства, чувства свободы. Она меня похвалила, сказала, что я должна полюбить себя, полюбить свободу, вот эту всю. Потому что такого шанса больше не будет жить для себя. Альзарина Глупцова. Я думала, что Альзарина покинет на этой неделе школу оленю. Мы заметили, что вы постоянно протестуете. Уже есть участница осталась. Когда я сомневаюсь в чем-то, мне кажется, лучше отказаться, чем сказать, да, 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 я это сделаю, а потом это не получится, я буду по этому поводу очень переживать. На многих испытаниях вы сначала говорите «нет», а потом через какое-то время все-таки соглашаетесь. Это ваше постоянное «нет» уже которую неделю нас огорчает. Это реально так, это очень часто, это очень много этого. Зарина всю неделю в протесте, я об этом ей говорила, я говорила, что Зарина тебе за это предъявит. Я говорю, ты сейчас подумай, стоит ли это делать или нет. И поэтому мы с коллегами решили, что вам пора домой. Мне казалось, что Зарина уйдет. Видно было по Зарине, что она боится, что сейчас уйдет домой. Вам пора? Вам пора начать с этим работать. Ага, нет, оставляют. Оставляют. Именно по этой причине звание худшей ученицы недели присваивается вам. Я очень рада, что я и дальше, что она правда осталась. Я очень переживала за эту ситуацию. Думать надо головой. Реакция меня особо не разорвала. Она у меня уже была, мы с ней знакомы, как бы на ты. Конечно, к реакции лучше, чем просто выйти. Ну и все. Она встает в самый такой волнующий момент. Ну что, мы подошли к самому драматичному моменту. Пришло время назвать имя той девушки, которая сегодня уедет домой. И? Ксюша Аня лучшая ученица, Зарина худшая. То есть я, Анджела и Барби остаемся. Нам невыносимо больно принимать это решение. Я не знала, кто уйдет, правда. У меня даже не было предположений. Я очень боялась, чтобы гонорать. Кто-то поедет домой. И так. Домой едет девушка, которая сделала все возможное и невозможное ради своих изменений. Эта девушка, по нашему мнению, уже готова идти в реальную жизнь. И тут я понимаю, что я на нерюке. Я начинаю просто чесать руками. У меня ходу нам ходят ноги такие. Это подходило тоже под меня. Я все же думаю, что с этим бантиком мы уедем. Кто это? Это. Анжела? Это вы, Анжелика. Мда. Я даже в этой неделе прав. Это жесть. Мне жалко ее очень было. Мне казалось, что нет. Мне кажется, она даже в шоке. Просто земля из-под ног упала. Не знала, как это объяснить. Наша милая... А там еще были вопросы. Ну вы же изменились как? Вы поняли свои ошибки? Ну да. Как там с мамой общаться? Ну да. Ну с утра домой, да? Анжелик. Сегодня мы вынуждены вам сказать «До скорой встречи». Я прям сидела, я до последнего тяжпела, я старалась еще не заплакать. Просто боялась вообще смотреть в ее сторону. Потому что, знаешь, я все посмотрю, у меня вообще просто развеет. Минус одно. Мы уверены, что вам хватит и сил, и характера, и ума, Анжела, для того, чтобы продолжить качественно менять свою жизнь. Подойди, пожалуйста, ко мне. Просто вчера мы с ней разговаривали, после этой психологии. Она говорила, как она хочет домой, как она хочет остаться максимально долго. Я вас люблю. Мы тебя поздравляем. Девчонки, вы знаете. Девчонки, вы знаете. Девчонки, вы знаете. И вот думаю, давайте уберем. Вроде уже ни с кем не конфликтует. Ну что же, ты же понимаешь, что это шоу. Да и вообще просто нужно кого-то выбрасывать. Как бы до финала не дойдет шесть человек. Поэтому нужно все время кого-то так отчихрыживать от команды. Вот в этот раз была Анжела. Друг другу не сказали. Ни разу не скрыли друг друга. У меня всегда ее поддержка, чтобы там не было. И никогда мы не ругались. Тем более с ней вообще. Проводите вашу девочку, подругу, одноклассницу. Спасибо. До свидания. До свидания. Минус одна. До свидания. Осталось пять. Финал близко. Я помню, когда она пришла и какой она сейчас стала. Это вообще две разные Анжели. Все будет хорошо. Ладно? Да, девочки. Все, не плачь. Да, пожалуйста. Очень хотелось остаться. Да? Что, роддико, моя славдочка? Анжела! Она мне опять говорила, что я ее звездочка. Я не могла держать слез. Хотела, чтобы она на юморе ушла, чтобы ее не было так жестко грустно. Бик, трезь, опаньки! А вот так вот, как вам? Блин, девчонки. Я стала сильнее. Анжела слишком позитивный человек. Ее тяжело было провожать слезами. Анжела, мы тебя любим! С каждым разом существуются вот прям пустее и пустее в комнате. Ты уже не веришь, что, блин, вас все меньше и меньше. Да. Пять участников осталось. Пять участниц, если быть точнее. Ну, вот как-то так. Не знаю, как думать, какая причина была, почему ее выгнали. То есть, можешь написать комментарии, как вы думаете, кто же дойдет до финала? Кто же это будет двойка-тройка? А мы к нему уже очень близко. Проверьте подписку на канал, чтобы не пропускать новых выпусков. И увидимся с вами уже очень скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok